друзья мои всем привет еще раз да опять разговорчики на морозе как говорится вот опять у нас морозы сильные впрочем говорю первый год мне всегда холодно было по жизни так скажу да и сейчас знаете я люблю все теплое морозы выйти пешком погулять и с вами поговорить чуть-чуть мы с ними собраться не знаю освежает мороз что ли и как говорится новые привычки новые хорошие привычки гулять на свежем воздухе мороз мороз видимо душа просит у меня пост был хочу про это чуть-чуть сказать у меня пост был недавно про стресс про стресс и там хорошее видео доктора да как он рассказывает про то что земля мир мир сошел с ума да надо себя вести как как всех клинике чем я очень согласен потому что если часто друзья мои ну реально из так углубиться да то в каждом можно этого псих увидеть за я не хочу никому ничего не говорить я про себя говорю да во мне как всех по жизни сидел да он никуда не делся только я его контролирую я думаю он никуда и не уйдет это можно контролировать но морозит конечно конкретно но ничего постараюсь удержать телефон и сказать вам то что хочу так вот этот псих у нас сидит и он никуда не денется но его можно контролировать как пример приведу как инсулинорезистентность да вроде вылечить невозможно но можно контролировать таки этого психа опять же это сугубо мое мнение друзья мои это и то что да где-то я вычитал и так далее я вам говорю не рассказываю не то что я читал а то что как я считаю я лучше вот так пойдут здесь светло чтобы видно было а то что я считаю друзья мои как я чувствую я вам проект рассказываю на будущее есть у меня конечно желание вам про книжку какие читаю про это тоже рассказывать но это на будущее пока буду рассказывать то что я считаю то что вот это правда для меня так вот этот псих в каждом из нас да ну в по крайней мере вам не сидит и с ним надо бороться друзья мои с ним надо бороться и контролировать и вот пост где написал что старайтесь не стрессовать потому что мы друзья мои когда меняем образ жизни да нам надо минимум стресс вообще как бы не важно образ жизни меняем или нет стресс это не есть хорошо это плохо надо минимум до стресса но мы говорим сейчас про наш новый образ жизни да и наш вес может стать можем не худеть да вроде все правильно делаем чисто из-за стресса это реально того что с этим я не раз сталкивался поэтому надо стараться минимум до стрессовать понятно это очень тяжело друзья мои это очень тяжело даже вот я на примере на себе да я как говорю этот псих сидит но я его уже угомонил до угомонил стараюсь контролировать не всегда конечно получается но если я раньше допустим сто процентов был до час но процентов 10 максимум это все на спаду ходит сейчас уже как бы пофигу как бы сейчас сейчас просто пофигу да сейчас могу психовать когда тронут мою родную моих родных до тронут заденут да тогда не могу тогда моя обезьяна мой псих вот выходит и всем как бы ничего не видит пелена перед глазами да и делает то что надо не надо все это он делает но в остальных случаях контролируя друзья мои вот пример приведу да вот даже за рулем раньше психовал на все блин на все психовал подрежут ему ты че вообще в охренел как ты можешь меня подрезать там там или там что-то пибикает там короче за рулем вообще кто там водители поймут меня на это вообще жесть но потом когда пешком тоже психовал психовал на водителей то есть тут когда вот пример элементарно на пешеходном переходе когда ты за рулем для тебя этот пешеход как будто долго-долго проходит этот пешеходный переход ты стоишь ждешь потому что давай быстрее шевели булками я спешу там он такой валяжный идет дальше на тебя посмотрите к психуешь а когда ты уходишь ну ходишь на этом и тебя не пропускают на пешеходном переходит и пешком когда-то водители такие короче так психуешь и всяк психуешь а причину в себе найти не хочешь искать не хочешь когда он всегда прав всегда правда не видишь этот псих всегда прав это я такой короткий пример про себя то то что пришел я потом это потому что понимаете надо искать причину в себе в первую очередь и становиться самому лучше будешь меньше психовать сейчас чтобы не влиять ролик на их очень холодно даже телефон держать тяжело да хоть и в перчатках я скажу вам так взяла психовать меньше стал изучая когнитивные искажения да изучая когнитивные искажения это очень помогает да помогая людям начаться начал да взращивать себе правильные хорошие новые доминанты развиваться в разных направлениях да я так спортом тренируюсь давно до грубо говоря уже лет 10 это доминанта во мне было но она только только это не помогало мне да то есть как-то отвлекал помогала но этого мало было сейчас у меня уже самое это сильное мое оружие это конечно же моя семья моя жена мои детки это ради которых всегда хочется быть лучше становиться лучше и когда даже хочется по пустякам психовать я себе сделал такой вот для себя лайфхак вот такой у меня лайфхак друзья мои стараюсь стараюсь вот уже привычку сначала было тяжело но сейчас у меня это как привычка стала то есть когда момент когда психовать хочется вот прям но по херне да по херне тут вот в офисных помещениях уборщица пол моет да грубо говоря и дешево человек тут топчете то для сюжета и уже психует начинает там даже может нам матом до грубо говоря и хочется психовать ну я это элементы это примеры такие жизненные до привожу то есть за рулем или везде то есть всякие моменты бывают я сразу вспоминаю в этот момент останавливаюсь вспоминай своих детей прямо вспоминаю своих детей свою жену какой я счастливый то что у меня есть они самое дорогое что у меня есть что меня радуют да за которых я в ответе которых я должен воспитать правильно и так далее и знаете меня отпускает друзья мои все я уже смотрю вот на это все уже с высока смотрю да может это знаете громко звучит и так далее в этот момент я становлюсь выше всего этого вот этой грязи вот этой всей вот всех вот этих психов ненужных я становлюсь выше этого всего и это все для меня становится как ну блин понимаете вот тут вот собаки там я не знаю животные какие-то насекомые там они же там что-то может говорят нам может мать угают нас до кусать хотят или неважно мы же ничего не понимаем мы же на них не начинаем психовать да грубо говоря не начинаем грубо говоря что-то им объяснять там но собака ничего не понимает там такая вот у меня чихуашки две да ну может там мелко да но она может и на большую собаку ну напрыгнуть на лаясь там и на людей там может да но они не понимают они вот все у них один инстинкт вот это light light защищается light защищаться так сказать до хозяина защищать то есть я отношусь уже таким моментом как грубо говоря то что ну вот эти люди на инстинктах то есть их не обезьяны которые ну не воспитаны их не обезьяны это я говорю друзья мои в тех случаях когда мы считаем что мы правы а мы мы люди такие что мы всегда считаем что вы всегда правы если так как бы здраво до рассуждать не всегда мы правы потому что все мы ошибаемся да но и столько ситуаций когда я правда но если я из-за своей правды начну там кого-то там ударю или что-то еще я этим самым только себе сделаю хуже понимаете могу человека покалечить да может этот человек меня покалечить могу его не дай бог убить меня могут посадить может он меня убить то есть зачем это все не надо от этого всего нужно как-то уходить лучшая драка это это я последнее время вообще понял реально хотя это я давно знал самая лучшая драка которая не была а я думал нет наоборот надо рвать рвать всех там за все там тут нет есть ситуации не спорю где надо да там за свое рвать от от этого не уйти то есть это уже это святое грубо говоря но в 99 и 9 процентов надо уходить закрывать потому что может твоя жизнь закончится мгновенно и даже уже не думая только себя думаю о своей семье да ладно ты на себя к хрем положу хрем положила крест крест положил забил на себя а своя семья то в чем виновата грубо говоря да зачем ты их оставляешь то есть за них ты тоже в ответе то есть это я говорю свои моменты как подошел я к этому потому что мне вот не не раз написали да ребята вот вот как не стрессовать вот ты говоришь да это хорошо вот у меня такое у меня такой друзья мои у всех свои проблемы у меня выше крыши тоже своих нюансов всяких непонятных ситуаций да но только одно работа над собой работа становиться лучше лучше всего этого помогает двигаться дальше понимаете надо только работать над своими слабостями а это все слабости приваете где нужно не нужна психовать не надо где нужно не нужна стрессовать не надо то ли да я не говорю никогда но это не получится никогда я говорю чтобы мы старались минимизировать на максимум на нет свести вот это все и как бы и жить станет попроще друзья мои и занимается другими вещами многими другими вещами которые нам приносят удовольствие их очень много понимаете нацелиться вот про думать про другое даже в такие ситуации не отец раньше говорил вот даже когда такая тяжелая ситуация псих где хочешь психовать где хочешь что-то сказать на сердцах и так далее остановись не горячись сделать 10 вдохов и выдохов вот так 10 раз вдохов и выдох и ты можешь уже чуть-чуть поменять знаете столько ситуации бывает когда что-то на сердцах скажешь потом пожалеешь сделаешь пожалеешь то что ты ну зачем это того не стоило где-то кого-то обидишь да где-то на кого-то там тебя вывели провокатором очень много будет цеплять будут очень много понимаете надо как-то стараться тем более я по жизни не знаю почему ко мне всегда длитки вот и пьяные всегда вот прям как для них красный красная тряпка я была вот видят я не знаю может такой маленький черненький парнишка всегда было я не знаю вот как как черная тряпка для них понимаете вот на меня всегда так каплю так аплодис грубо говоря да и я все но друзья мои я это не хвастаюсь да но никогда в себя во виду в жизни не давал никогда да и сейчас не дам никогда но сейчас по-другому раньше другими слава богу меня все прокатывал до никаких травм не получал до меня никогда не сажали не забирали но были такие мелкие до моменты жизненные когда там за что-то да то есть мелкие совсем моменты ничего серьезного то есть да а мог как бы по ошибке что-то вот натворить да не дай бог там час этими до пьяными там один один раз не дай бог нечаянно так ударишь и даже если не убьешь покалечишь все друзья мои все иди там сиди 8 лет из-за кого из-за чего понимаете так что вот так вот друзья мои это я образно да в общем одну маленькую тему взял так то можно очень долго говорить про это я вам рассказал про то как я боролся со своими стрессами психами да это и напрямую связано с моим стрессом и вот как я делаю да вот выдыхал это мне отец говорил да там даже в метро на ногу наступят да там ну наступили наступили ничего страшного не дали дорогу не вообще ко всему надо относиться так ничего страшного там стараться относиться так более по простому не не принимать близко к сердцу понимаете на дороге там подрезали быстро мы же не знаем может у него там жена рожает да неважно может там у него пожар там и не знаю может он сел что-то острое понимаете у него дымит там реально дымит и он не может место ищет где там остановиться понимаете вот так все про проехал все посмотрел так похлопал провел глазами все до свидания ничего страшного так что как бы надо стараться во всех ситуациях находить выход выход всегда есть и этот выход должен быть так что вы не психовали наоборот и потом знаете как легче вот так вот эту ситуацию прошли и вот окрепните окрепнет ваш характер потихоньку в некоторых моментах надо переводить шутки то есть шутить над собой да там переводить шуточную русло стараться над собой тоже подшучилась ничего страшного это тоже можно и это нужно да конечно все имеет свою меру да юмор может быть черным и так далее да все все равно надо стараться всегда положительным положительное русло все переводить стараться 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 работать работать все сразу не получится друзья мои поверьте мне похудеть это вообще хигня с тем что надо характере что-то поменять начинать меньше стрессовать на это все обращать внимание и так далее то есть то есть как бы так как бы так друзья мои что могу еще сказать делайте старайтесь старайтесь делать если где можете старайтесь делать добро вот добрые моменты добрые поступки где вы можете где вам вот хочется от души делайте делайте ничего не ждите что вам потихоньку вот так не станете мягче потихоньку конечно вы должны понимать ту грань когда вы допустим кому-то делаете добро стоит доделать есть люди которые этим зло употребляют и считают ваше добро как за слабость начинают там на вас есть да так конечно не надо не надо позволять на себе ездить но всякие моменты бывают знаете там вот всяким миллион сейчас примеру чтобы не приводить там бабушки через дорогу привезти неважно там это же момент сделан и прошли пошли дальше надо помочь людям что-нибудь подсказать даже в соцсетях да вместо того чтобы друг другу грязью поливать там что-то говорить подержите если вы даже что-то увидели то что вам не нравится вы держите при себе вот это то что вам понравилось понимаете вы же не понимаете почему это все так почему кто-то так делает почему кто-то так высказывается чего кто-то так вы и вот это ваше мнение которое уже заденет человека вы уже напрямую идете на конфликт а зачем он вам нужен зачем для чего из-за этого вы этому человеку настроение испортить если он что-то вам в ответ скажет вы себе там начнете цапаться зачем это надо просто не из чего как вы делаете уже определенный маленький стресс и так у нас стресс на работе хватает везде везде сейчас еще эти масочные режимы где в этих масках надо ходить понимаете где-то забыл все там на тебя все просто смотрят как будто ты не знаю туберкулезом болеешь и эту маску не надел и все вот это понимаете везде глади такие мелкие я раньше психовал а теперь все я надел это все а что делать чем не каждому объяснять что-то то что то есть это моя правда да надо значит надо что делать мы не можем глобальные вещи поменять но мы можем поменять себя вот что я хочу сказать друзья мои извините опять хотел коротко получилось так длинно так длинно но мне очень много хочется вам сказать и рассказать но я это буду на протяжении нескольких роликов некоторого времени делать но подытожим на подытожим не старайтесь вы менять этот мир не старайтесь не ищите никаких оправданий да не ищите то что жизнь говно не говорите да все так плохо все так россии плохо в ссср было хорошо и так далее это все фигня но самая главная правда в том что вы должны поменять себя вы должны менять в первую очередь себя и становиться сами лучше во всех аспектов во всех аспектов этого слова и физически и морально и ищите ищите ради чего вы должны это делать ищите не просто это то что надо ищите ради чего найдете и начинайте делать ставите огромные глобальные цели но начинайте с маленького идете с маленьких маленьких пунктиков и там потихоньку потихоньку доходите до глобальной цели и все у вас получится друзья мои поверьте мне нету такого чтобы не получилось у всех получаю получается и у вас получится никто никто запомните не лучше вас вы самые лучшие так что делайте и меняйтесь всем добра